Началом больших преобразований в экономике страны стали декреты номер 1 и 7, подписанные президентом. С начала года эксперты отмечают рост количества субъектов хозяйствования. Это касается и новых предприятий с сотнями рабочих мест и обычных ремесленников. Создать свое дело стало проще, в том числе по заявительному принципу. О том, как новый бизнес-климат влияет на создание рабочих мест, узнавал Андрей Ястребов. Поначалу не всем привычно было, что мужчина швет. Александр Зинькович единственный мужчина в швейном потоке на новом предприятии. Прежде молодому специалисту пришлось сменить не одно место жительства в поисках работы. Доволен, что его мастерству пригодилось на родине. Лет 5 уже штажа у меня есть. Работал в разных местах. Брызки, в школе. Рад, что в Кричеве открылось больше рабочих мест. А вот для Тамары Якушевой эта работа не в новинку. 30 лет назад она уже была швеей, затем продавцом. Сейчас на пенсии вернулась к любимому делу. Прошла практику на новом для Кричево предприятии. Ее тоже взяли в штат. Конечно, конечно рады. Посмотрите, сколько людей уже задействовано, работают. Долгое время это здание бывшего завода резиновых изделий пустовало, принося владельцу Белшине одни убытки. Не скрывают поэтому и предложение по аренде от одного из российских производителей трикотажа приняли сразу. В итоге не пожалели. Ты видишь, насколько людям это надо и насколько у людей это востребовано. Какая радость в глазах у простых женщин, которые сегодня могут в красивом светлом цеху на современном оборудовании работать, то, конечно же, это вызывает очень приятные эмоции. К тому же цех отдали не в чужие руки. Председатель совета директоров российской компании оказался родом из Бобруйска, вырос в Могилеве, помочь, говорит, малой родине стало для него долгом. С полсотни швей для нового производства обучили здесь же, в цехах. Мы готовы принять столько швей, сколько здесь сможем найти. Мы, конечно, готовы провести переговоры и открыть здесь еще один цех, как минимум. В перспективе новое производство в силах трудоустройки 350 человек. Для юго-восточного региона это, безусловно, значительное снижение напряженности на рынке труда. Задача, если и не номер один, то одна из основных для местного райисполкома. Это инфраструктура, кадры и налоговые преференции. То, что мы можем предложить инвестору и то, что инвестор заинтересует для развития дальнейшего своего производства в Криджевском районе. Еще для нас важно, что создаются высокопроизводительные рабочие места. Мы уверены, что продукция, которая производится на данном предприятии, она будет обеспечен сбыт данной продукции, то есть она не ляжет на склад. На 3 миллиона изделий в год рассчитано новое производство. Опять же, неплохой доход для местного бюджета. Белорусские бизнесмены также устремились в районы, например, в Гороховке под Бобруйском. Столичные предприниматели присмотрели здание бывшей школы. Теперь тут большое производство. Фито-чаев с ромашкой, мятой, мелиссой из белорусских полей. Продукция расходится по всей стране и идет и на экспорт. Мы решили с супругой попробовать себя в этом направлении. Взяли помещение в аренду, сделали ремонт, купили оборудование, разработали документы и начали работать. Два десятка рабочих мест дало новое предприятие. Половина сотрудников – жители самой Гороховки. Приезжают из других деревень. Очень довольна. Я тут уже почти два месяца. Зарплата здесь хорошая вполне. Я даже скажу, что я работала в городе, я зарабатывала намного меньше. Такой энтузиазм местных жителей пришелся по душе бизнесменам. Они уже готовы расширить производство. Собираются удивить таможенный союз экзотическим продуктом. Сверчковая мука – один из наших проектов. И каши пшенеечные, рисовые. Но такое внимание к трудоустройству в Беларуси и со стороны правительства и властей на местах неспроста. В перспективе оно должно стать локомотивом в развитии отстающих регионов. В идеале их полная налоговая автономия. Ускорить процесс призванный декрет номер 1 и 7, подписанный главой государства. Снижение нагрузки на бизнес, меньше отчетности проверок. В считанные дни теперь можно открыть свое дело, стать ремесленником и при этом получить безвозмездную субсидию от государства. Сотня таких проектов будет реализовано в этом году только в Могилеве. Службы занятости выделяются субсидии для безработных граждан для открытия собственного дела. Это на сегодняшний день 11 бюджетов прожиточного минимума. В этом году мы готовы помочь 115 безработным гражданам. Усиление ответственности местных властей за состояние дел на рынке труда уже приносит результаты. Эксперты с начала года отмечают рост количества зарегистрированных субъектов хозяйствования. Но планы еще более амбициозные. Довести долю участия предпринимательства в экономике страны до 40%. И этот европейский уровень вполне реален. Уверены парламентарии. Декрет номер 7 изменит многое. Нам надо произвести уточнение, дополнение и изменение в 6 кодексов. 21 закон, 13 указов президента и 34 постановления Совета Министров. То есть это вот такой глобальный организующий документ, который требует того, чтобы действительно серьезно пересмотреть и либерализировать законодательство. И обеспечить, соответственно, комфортные условия для хозяйствующих субъектов. Это коснется и действующих предприятий. Не исключение в строительной отрасли, где вымывание трудовых ресурсов пока сохраняется. Как сделать так, чтобы в поисках работы белорусы не уезжали за рубеж, а иностранцы приезжали к нам за работой? Убрать предстоит и эти барьеры. В парламенте рассчитывают на помощь центров предпринимательства и депутатов местных советов. Они в том числе должны стать аккумуляторами бизнес-идей со стороны предпринимателей и простых жителей глубинки и доносить до руководителей районов областей. Если учитывать, что только в Могилевской области к работе в этом году приступили 2500 народных избранников, неуслышанных идей не должно остаться. Андрей Ястребов, Василий Фаталиев, агентство теленовостей, Могилев.